Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 22 февраля. И сейчас я вот очень коротко расскажу, постараюсь объяснить, почему иногда не всходят семена и как определить, виноваты мы что-то неправильно сделали или это качество семян такое. Записать вот это короткое видео побудил комментарий Ирины Беловой. Я сейчас вот буду снимать видеоролик в формате ответы на вопросы, там я все-все подробно объясню, какие могут быть причины. А сейчас просто покажу на примере вот этих своих сеянцев, как мы можем определить, в чем причина невсхожести. Вот смотрите, я всегда делаю вывод такой. Вот я сейчас подошла, вот у меня очередная партия иностранцев зашла. Видите, они посажены очень редко, их всего было по два семечка. Я сейчас их опять спрыскивала, шапочки вот эти, чтобы они космонавты сняли, вот они начали распускаться. И смотрите, если в лотке посеяно очень много сортов, но не взошел один или два сорт, видите, вот здесь пустое место, не взошло два сорта, тут вы можете сделать смело вывод, что виноваты семена. Но если бы в этом же лотке не взошли все сорта, например, в течение недели, в течение 10 дней, 14 дней, равномерно не взошли бы все сорта, это уже вас должно натолкнуть на вывод, что виновата или предпосевная обработка, иногда люди так обрабатывают, что они вообще потом семена не всходят, или грунт сухой, или заделка глубокая. Ну, короче, если не всходят все разные сорта, одинаково долго сидят, это значит уже наша вина, и мы ручку приложили. Вот это иностранные мои, редкие коллекционные, сейчас перейдем в наш. Вот это мои семена, ну, тут сразу видно, посеяно густо семян, это значит у меня было в достатке этих. И вот здесь, если вот такая ситуация, видите, все взошли хорошо, дружно, хоп, очарование, два семечка нет. Тут еще какой-то сорт, мне не видно там, этикетка с той стороны. Раз, еще три семечка не взошло. И вот здесь не взошел, один полностью сорт. Вот при такой ситуации, когда все остальные дружно вылезли, дружно взошли, но не взошел всего лишь один сорт, это значит, вот здесь проблема с семенами. И я даже, знаете, вот у меня уже был один комментарий, мне тоже женщина написала, что все-все семена взошли, а один сорт эльмина не вылез. Но тут такая ситуация, что я даже сама не знаю, вот у меня самой не взошел вот этот юсуповский. Почему? Заготовлено все одними руками, росло в одном огороде. Почему один сорт не взошел? Я всегда говорю, ну это загадка природы, почему именно, например, один сорт не всходит. Но нам сейчас, мы не будем разбираться, почему он не взошел. Если он один не взошел, остальные взошли, значит, проблема с семенами. Что-то у них было не так, что-то пошло у них не так, и они не хотят сходить. Но вернемся к Ирине Беловой. Она написала так. Много сортов, разные-приразные, и она их посеяла все одинаково. Они 15 дней не всходили, полмесяца, около 15 дней. Потом зашли все в шапках. И вот когда такая ситуация, когда много сортов посеяны вместе в одних и тех же условиях, но они все не всходят, это наталкивает на мысль, что нужно, значит, посмотреть условия посева. И когда Ирина написала, что все они в шапках, и все одинаково долго сидели, ну я вот как подозреваю, я думаю так, что... Обычно почему в шапках выходит? Недостаточно увлажнена семенная коробочка. Это значит, или грунт был суховатый, поэтому они там долго не просыпались, долго сидели, и взошли в шапках. Но это явные такие признаки, указывающие на то, что было им там сухо. Они могут взойти в шапках? Ну некоторые, вот видите, если мы смотрим все посевы равномерные, раз, одна. Позже всех шапочку раскрыла. Раз, еще одна. Но это две со всего лотка. Если все поголовно выходят в шапках, это уже точно условия посева не соблюдены. Я сейчас буду снимать видео, это я просто как иллюстрацию, я сейчас буду снимать видео ответы на вопросы, и там очень подробно, вот все это теоретически выложу, и это видео тоже туда прикреплю, кто хочет, еще раз посмотрите. Но я делаю... Я для чего это показываю? Я делаю вывод так. Если из всех сортов не выходит один, причина в семенах, если много сортов посеяно, и не вышли все, или вышли плохо, и в шапках, это значит, мы сами руки приложили к тому, что они вот так долго сидели и вышли плохо. Сейчас покажу вам козулю. Вот она козуля, она, конечно, отстает. Смотрите, рядом соседки, какие красивые, уже с резными листьями. А она вот с такими сжеванными листиками, потому что шапка долго не слазила. Но все-таки у нее появляется один настоящий лист, и вот это ответ на вопрос, который очень часто приходит, что два семидольных листика и больше долго ничего нет. Ну, ждите. Я вот долго ждала, неделя, больше недели ждала появления первого настоящего листа. И раз первый настоящий лист появился, это уже значит, что сеянец не мутант, значит, он даст потомство. Пусть он будет слабый. Говорят, что вот им делать нечего, выбрасывать, но если она всего у меня единственная, значит, я ее буду все-таки выхаживать. И может быть, первый год это растение будет не очень полноценное, но все равно она даст семена, и я разведу с нее потомство. Так что козуля будет жить в Сибири у нас. Все, до свидания.